Друзья, я вас приветствую на канале о сложенном просто. Меня зовут Сергей и сегодня хочу представить вашему вниманию фреймворк, который называется Командекс. В общем, в целом это штука, которая умеет работать с плагинами, построена на доппф. Давайте обо всем по порядку. В общем, начнем с того, с чего все началось. А я в одном из видео про тенденцию развития архитектуры говорил, что есть такое понятие как монолит, потом когда они сложные стали, неповоротливые, их начали пилить на микросервисы, появилось много микросервисов, их стало достаточно тяжело сопровождать, требуется очень серьезная инфраструктура, когда сервисов появляется очень много, их пытаются и доставка, количество публикуемых приложений, то есть у ценных микросервисов растет с геометрической прогрессией начинается, сложности в том, что вот эти вот взаимодействия, инфраструктура, они конечно же стоят денег, но им тяжело поддерживать, поэтому следующим этапом развития, ну я считаю, хотя конечно не только я, а такое понятие как модульный монолит, то есть делается монолит, который доставляется одноразово, ну или там с возможностью обновления, но умеет при этом какие-то модули подгружать, работать с ними и так далее и тому подобное. Вот про что я сегодня хочу рассказать про то, как я для себя решил эту проблему создания модульного монолита, безусловно это всего лишь шаблон, который вы можете себе скопировать и использовать его при своем, для себя как захотите, в своем предназначении, в своих фреймворках, в своих требованиях от бизнеса и так далее. Итак, давайте переключимся на первый слайд про Commandex. Commandex это так называется фреймворк, что такое Commandex, это сокращение от комнаты executor, ну по большому счету такой выполняитель команд, не больше не меньше. Причем команды могут быть разными, то есть от запроса имени пользователей, там допустим копирование файлов или запуск какой-то мини приложения, который там сходит в базу данных, сделает апдейт, вернет результат, покажет пользователю. Вплоть до того, что это может быть какой-то там API дергатель ручек тех самых ваших микросервисов, которые знают какого микросервиса дергнуть, ну то есть все что угодно, да, эта команда может быть просто вернет вам текстовое значение, там какой-то константы. Ну да, звучит глупо, но тем не менее это в принципе возможно. В общем любой тип работы, то есть команда это маленькое мини приложение, если хотите, которое может быть как простым реквестом, так и доппф приложением, полноценным со всеми валидациями, хождениями там в базу данных, entity framework и так далее и тому подобное. В общем, поехали дальше. Итак, что из себя представляет командекс? Командекс это в первую очередь оболочка, которая по большому счету уже в себя включает такое понятие как NVVM, я туда подключил community toolkit NVVM, соответственно все генерации вот этих вот source generation, так называемые, то есть вспомогательные генераторы, которые ускорят вашу разработку уже там. Дальше, я внедрил в этот shell dependency injection container, который работает на базе Microsoft dependency container, он настроен, он работает, он умеет создавать для ваших модулей зависимости, внедрять их, запускать и так далее и тому подобное. Я внедрил в этот shell уже так называемое логирование, да, и это логирование построено на базе Serilog, то есть данные пишутся в файл, ну теоретически есть еще логирование в Visual Studio, я им редко пользуюсь, но вообще это возможно. Обычно открываешь Serilog файл и он сам потом обновляется, ты пишешь, в общем удобно все. Конфигурирование. Я попытался настроить такой, так называемый app settings, который использует свой sp.net core, ну это не оправдало себя, поэтому я решил использовать environment, построил его на базе .net.env библиотеки, очень удобно, практично прям мне очень понравилось, я думаю, что он тоже, так сказать, зайдет. Вот, ну и еще самое главное, если у вас есть какие-то модули, которые являются собственными, одно, ну не одноформенными, наверное, а обособленными, скажем, вот так вот, приложениями, которые могут быть использовать, собственно говоря, какие-то nugget пакеты, то Shell, по идее, должен включать в себя все эти nugget пакеты, ну это такой не очень правильный вариант, или уметь эти пакеты загружать по требованию, распаковывать и подключать к вашей сборке, к вашему плагину, чтобы он достаточно просто обнаружился, не заработал, в общем, вот эта вот штука уже в какой-то мере внедрена, да, безусловно, она требует доработки, мне нужны от вас фидбэки, тогда я узнаю, ну то есть обратную связь, я тогда узнаю, что они загружаются, возможно, поправлю, добавлю, изменю фреймворк, в общем, вот эта штука, она вот таким вот образом будет работать. Ну и, естественно, это все построено на DAPF, потому что это удобно, это декларативная разметка, это современный фреймворк, естественно, .NET 8 использован. Дальше, если у нас есть оболочка, надо понимать, что у нас есть какие-то плагины или плагины, не знаю, ну плагины, какие-то модули, да, модуль какого-то копирования, модуль какого-то запуска каких-то сторт процедур, или, допустим, модуль генерации отчетов, ну, в общем, любой какой вы захотите модуль, который ему делает какую-то минимальную операцию, можно, собственно говоря, сделать, и, соответственно, это каким-то образом, ну, на данный момент это работает, положить DLL-ку в папку, я их положил, приложение запустилось, и вот здесь у этого приложения появляется возможность открыть выбранный плагин каким-то образом, там, запустив модельное окно, или просто сделать запрос и получить результат. Также есть возможность посмотреть настройки, если эти настройки, конечно, используются для этого плагина, потому что вся какая-разная может быть, вы можете оформлять, в смысле, осуществлять поиск по этим плагинам, то есть путем ввода определенного названия фильтр будет уменьшать количество плагинов, можете быстро находить. Соответственно, этих плагинов может быть очень много, и поэтому поиск, естественно, для этого нужен, ну и, соответственно, из этого можно построить чуть ли не целое приложение, я об этом чуть позже скажу, ну, пока вот что, ну да, естественно, куда же, а по программе, без нее никуда, ну, вообще, туда я вывожу информацию о том, какое количество, как это, папка артефактов, ну, то есть то, что загружено вашими плагинами в Shell, в папку артефактов, вот ее размер показывается, а также там версии и так далее, ну, без этого, как говорится, никуда. Планирую сделать там сброс от этого Reset, Shell, ну, то есть обновление папки артефактов или удаление, не знаю, пока посмотрим. Ну, и если говорить поподробнее про каждый из этих функционалов, то запуск команды, как я уже говорил, это открытие МК модального окна, то есть оно открывает модальное окно, которое работает отдельно, само по себе, теоретически можно не открывать модальное окно, а просто запустить команду, получить результат, и вы получите, собственно говоря, то, зачем ваш модуль, ваш плагин запускался. Настройки. Переменные в Environment в файлах, нажимаем кнопку настройки, загружается файл настроек для вашего модуля, который вы можете заменить. Ну, да, пока ход Reload не работает, но я надеюсь, что это будет работать. Результат выполнения. Еще раз, команда, которая запускается, этот плагин, он может вернуть какой-то результат, причем это generic тип, ваш Shell, а может не вернуть, и этим управляете вы их. Ставите настройку, не возвращать данные в Shell, Shell ничего не получит. Ставите возвращать, получите результат, он передается, и Shell может, ну, теоретически, да, с точки зрения банального родительства, вы можете заново использовать полученный результат в другом модуле, если каким-то образом доработать свое приложение. Скажу честно, есть такая задумка о выполнении нескольких команд последовательно с передачей результатов от одного до другого. Ну, то есть, задумка такая есть, пока она не реализована, но, наверное, будет. Управление командой может быть реализовано по принципу MDI. Это то, о чем я хотел сказать. То есть, сейчас это просто набор команд, которые выбрали, нажали открыть, она выполнилась, закрыли, все нормально, все спокойно. А если немножко переделать интерфейс и сделать загрузку вот этих модулей, то есть, они уже загружаются, они отображаются, и у каждого взять какую-то часть для формирования меню, то получится какой-нибудь MDI, форма, которая, то есть, мультидокумент, интерфейс, когда у вас обыкновенный, я не знаю, ну, как Visual Studio, документы обновляют, открывают, закрывают, вот по такому же принципу можно реализовать. Пока, естественно, до этого уроки не дошли, я тоже надеюсь, что когда-нибудь будет и такой вариант. Ну, в общем, эта возможность такая есть. Еще, Shell, по идее, может при открытии, или при запуске, или при старте конкретного плагина авторизовать пользователя через специализацию, ой, через спецификацию АОС 2.0, это, в принципе, тоже возможно. Shell может обнаруживать команды в реальном времени, то есть, вы просто в папку закинули что-то, а на Shell он просто обновился и появился в списке без перезагрузки. Почему нет? Shell может получать вообще список вот таких команд, или все команды, или все DLR-ки, загружать из какого-то Web API в какого-нибудь вашего сервиса. Причем этот Web API можно тоже пойти авторизоваться, или, допустим, вашим сотрудникам, или вашим клиентам, в конце концов. Вы тоже можете это сделать. Теоретически это возможно. А маленький нюанс, то, что написано зеленым светом, это пока не реализовано, это тоже, опять же, планы, но я надеюсь, я когда-нибудь это доделаю. Ну и если говорить про то, из чего состоит CommandEx Framework, состав у него достаточно простой, там всего 4 фреймворка, я озвучу их постепенно, оговаривая каждый про него. Итак, первое. CommandEx Engine – это репозиторий, который является Nuget-пакетом, в котором находится движок, в котором находятся базовые реализации, и контракты как для создания плагинов, так и для работы самого Shell. Ну, то есть Nuget-пакет, в принципе, он уже опубликован, он лежит на Nuget.org, вы можете его загружать, использовать или создать форм, и создать свой Nuget-пакет, допустим, для приватного использования, ну, теоретически, там находится все, ну, дальше тогда развивать его будете сами. CommandEx Shell – это как раз и есть репозиторий с Shell, с самой вот этим DPR-приложением, куда подключен этот Nuget-пакет, ну, и сделаны некоторые реализации, которые может распознавать плагины, запускать их, загружать зависимости и так далее, и тому подобное. Дальше, есть репозиторий, который называется CommandEx Commands. Это набор приложений, то есть здесь лежат все команды, которые я успел реализовать, но я буду туда делать их больше. Это класс Limerary-приложения для DAP-PF, то есть, грубо говоря, это набор DLL-ик, ну, приложений для создания DLL-ик, в которых для каждого подключен engine, тот самый движок, и, соответственно, они все вот эти вот сборки внутри вот этого репозитория работают отдельно друг от друга, независимо, соответственно, вы можете их взять для посмотреть, вы можете скопировать, добавить свои, если прям есть желание чем-то поделиться, ну, в общем, вот так. Ну, и четвертый репозиторий, который называется Shell Developer Template. Надо сказать, что это Nougat пакет, ну, это специальный Nougat пакет, который является шаблоном для Visual Studio, Rider и .NET CLI. Ну, то есть, вы можете открыть Visual Studio, создать вот этот Shell, то есть, создать новый проект, или нет, не так. Можно создать новую команду, которую нужно каким-то образом тестировать. Первый вариант – ее откомпилировать, закинуть в папку Models, ну, в смысле, Models или, там, плагин, ну, вашего Shell, и тогда запустите Shell и проверите, что она работает. Ну, как дебажить? Никак. Никаких референсов нет. Так вот, вот для этой цели и был сделан Shell Develop, который в ваш проект, в вашей команде ставится как отдельный проект, и в нем можно запускать и дебажить вашу сборку, там, она просто имеет, там, одну кнопку запустить мою команду. Я все это буду показывать, все видео будут доступны на boosty.tour.com, я буду по полной программе рассказывать, показывать, всякие разные реализации, готов слышать ваши отклики, вашу обратную связь по поводу того, что добавить, убрать. Я хочу сделать вот эту штуку очень полезной, потому что я уже ее использую, она, на самом деле, уже полезная, потому что... Ладно, неважно, поехали дальше. Ну, и если говорить про то-то понятие, как этот Shell и плагины можно разрабатывать, кем они должны разрабатываться, тут тоже, на самом деле, у вас все руки развязаны. Вы можете Shell оболочку разрабатывать сами, хотя, на самом деле, она уже работает, ну, теоретически, да, в каком-то первоначальном этапе. Это круто, потому что уже оболочка есть, ее можно поставить вашим пользователям, более того, ее можно поставить на ClickOne с какой-нибудь сервером, и пользователи будут ее автоматом обновлять, ну, с вашего, допустим, локальной сети, например, да, или сделать доступ через WP API, и ваши клиенты смогут саму оболочку обновлять. А плагины загружать, как бы, обособлено друг от друга. Причем плагины могут загружаться таким образом, что отдаваться по авторизации, по какому-нибудь API-кей, то есть ключу, или, там, по номеру договора с клиентом, я не знаю, все что угодно. То есть зашел клиент, насыпалось, сниму плагинов этих пачек, и он начинает их выполнять. А эти плагины могут дернуть ваши, например, API-сервисы. Ну, то есть, очень гибкая система получается. Я прям вот настоятельно рекомендую просто познакомиться с возможностями этой штуки. Ну, и еще, наверное, будет важным, да, показать, как это примерно сейчас выглядит. Это выглядит пока вот так. Есть четыре плагина, которые уже, в принципе, работают. Они уже лежат в той папке commands. Вот, собственно говоря, они уже запускаются. Ну, а если, допустим, захочется, да, нажать на кнопку about, ну, вы увидите вот такую штуку, которая, собственно говоря, покажет, что это такое, с чем наведят. Ну, вот, как раз, некоторые параметры сюда вы видите. Вот, друзья, это было, собственно говоря, красненькое представление того, чего я уже сделал. Я потратил достаточно много времени на то, чтобы это оптимизировать. И еще раз по максимуму напихать тот функционал, который может быть востребован. Суть сводится к тому, что это сейчас уже все работает. Вы можете это уже себе клонировать, копировать, форкать, если хотите, и продвигать, двигать в свою сторону. Можете предлагать варианты. Еще раз напоминаю, я на Boosty.to Колобонка выйду в канал, соответственно, там будут все видео про новый командекс, начиная от самого начального до самого последнего. Вот, и поэтому, чтобы не пропустить видео, подписывайтесь на Boosty.to. Ну, а у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!